Доброе утро! Доброе утро! Я знаю, что в нескольких своих интервью вы говорили, что видите своей целью защиту тех, кто остался на этом полуострове. Вот это очень хорошая задача и важная, но какие механизмы защиты наших украинских граждан, которые остались там на оккупированной территории, вы для себя видите и какие вы реально можете использовать? Да, реальность такова действительно, что полноценно обеспечить права и защита наших граждан на оккупированной территории сложно. И мы признаем это и законом, но и де-факто так оно и есть. С другой стороны, думаю, что мы все должны прикладывать максимальные усилия для того, чтобы минимизировать какую-то дополнительную нагрузку на наших граждан, в частности тех, кто приезжает сюда на территорию материковой Украины. И элементарно при пересечении границ возникает большое количество вопросов. Хотя бы в этом отношении мы должны уже помогать. Таких вопросов масса. Вы знаете, это и вопрос блокады, это вопрос поставок электричества, это и вопрос поставок воды посредством Северокрымского канала. Их масса. Ну давайте обо всем по очереди. Начнем, наверное, с главного блокады Крыма. Вы сторонник или противник ее, ну а потом пойдем по всем тем вопросам, о которых вы начали говорить. Вы знаете, все вопросы, которые касаются Крыма, каким-то удивительным образом невероятно острые и болезненные и для наших граждан, и для интересов государства. Для интересов государства, потому что мы должны обеспечивать суверенитет на своей территории, юрисдикцию, и в то же время защищать права наших граждан. Вопрос обоюдоострый. Говорить о каком-то отношении, вот я считаю так, или данное министерство или служба считает так, а не иначе, наверное, не совсем правильно. Проработав уже какое-то время на этой должности, я убежден, что нам нужно получать общественный срез от всех наших институтов гражданского общества, от академической среды. И согласовывав и каким-то образом артикулировав интересы общества, граждан и государства, только на основании этого принимать какие-то решения. Поэтому говорить о том, что хочет или как видит это отдельный чиновник или отдельный правозащитник, неправильно. Мы должны все это объединить и выработать консолидированное решение. С этой целью при госслужбе будет создан общественный совет. Это единственный общественный совет, который отражает и будет отражать интересы крымчан. На данный момент уже две недели, как действует инициативная группа, согласно нашему законодательству, инициативная группа должна подготовить положение об общественном совете. В общественный совет могут войти максимум 33 общественные организации. И я настроен, чтобы мы заполнили максимально все эти позиции, 33 общественные организации, будут 33 представителя, чтобы мы максимально полно получали позицию наших граждан. Нариман, мне нравится, как вы ушли от ответа на вопрос. Нет, я ни в коем случае не ушел от ответа на вопрос. Я говорю о том, что и блокады, электричество, и вода, и автономерные знаки, признание документов или признание фактов, которые содержатся в документах с печатями российского образца, это все очень острые вопросы. Не ушел, а как раз таки подчеркиваю, что мы должны принимать совместно эти решения. Что касается блокады. Мы же идем по пунктам. Да, 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 конечно. А я вижу, что вы все записываете. Ну, а что делать-то? Работа такая. Первый пункт – блокада. С одной стороны, было бы очень странно продолжать торговать с Крымом и делать вид, что ничего не происходит на самом деле. Что нет этой оккупации, что по-прежнему у нас все хорошо. Достаточно странная была позиция, и, к сожалению, она продолжалась около полутора лет. Тем не менее, говорить о том, что это исключительно гражданская инициатива, не совсем правильно. Действительно, от общественности такая инициатива поступала, от различных групп, не только от тех, кто непосредственно осуществил так называемую блокаду. Государственные органы тоже работали в этом направлении. В частности, и госслужба по вопросам Крыма еще в начале лета предлагала тот механизм, который бы формализировал наши торговые отношения с территорией Автономной Республики Крым и Севастополя. Это предполагало отменить закон о свободной экономической зоне? Парадоксально, но именно несовершенный закон о свободной экономической зоне позволял нам это сделать. Мы еще в июне месяце об этом говорили. Статья 12, пункт 4, который позволяет Кабнину временно ограничить торговлю с оккупированной территорией. Тогда начали разрабатывать определенные нормативные акты, в частности, проект положения Кабинета министров. Но на определенном уровне, на уровне Министерства экономики, тогда это немного затормозилось. Потом же госслужба подавала непосредственно от себя этот проект. Частично то, что принято, было принято на основании проекта, который готовился к государственной службе по вопросам Крыма. Но здесь очень важный момент. Многие критикуют это постановление 10.35, но отмечу, что когда было поручение соответствующего премьер-министра отработать по перечню товаров и порядку перемещения таких товаров, мы выделили отдельный момент и прорабатывали этот вопрос с Мининфраструктуры, потому что они были определены как ответственными по этому вопросу. Это порядок пропуска грузовых автомобилей. Я прописывал и обращался официально письмом на Мининфраструктуру, где говорил, что мы должны позволить нашим гражданам выехать из Крыма. Человек имеет свой автомобиль грузовой, хочет работать на территории материковой Украины, а мы его лишаем этого права. Человек хочет перевести вещи свои личные, мы его лишаем этого права. Он хочет приехать сюда на материк с Крыма и продать свой автомобиль, и он опять оказался фактически заблокированным, законсервированным в Крыму. Поэтому то постановление, которое принято, оно усеченное, оно, конечно же, не полностью удовлетворяет интересы граждан. Сейчас создана рабочая группа, мы получили поручение премьер-министру Украины и инициировали создание рабочей группы под эгидой госслужбы, чтобы как раз таки урегулировать этот вопрос. Поэтому блокада, которая возникла, она не была такой инициативой исключительно каких-то отдельных людей. Я как государственный служащий исхожу из того, что любые отношения в государстве должны происходить в рамках права. И это единственная правильная позиция, тем более по отношению к крымскому полуострову сейчас государство должно показывать свою четкую позицию. Как оно относится к Крыму, соответственно, как оно относится к жителям Крыма, которых мы признаем нашими гражданами. И при любых острых, необдуманных порой шагах, нужно понимать, что там наши граждане, которые, как мы утверждаем, не голосовали за присоединение к России. Мы же утверждаем, что это сфальсифицированный референдум. Соответственно, будьте добры, защищайте людей. Я помню, что блокада начиналась, когда начиналась. Мустафа Джамильев вышел и сказал, что она начинается как механизм, чтобы освободить тех, кто был арестован по политическим мотивам. И вот на сегодня, считаете ли вы, что это действительно механизм, чтобы как-то помочь тем, кто находится по политическим делам? Арестован, преследуется, вызывается на допросы, судит по делу 26 февраля. То есть, может ли блокада быть одним из механизмов влияния на Россию, чтобы она прекратила вот эти репрессивные действия? Я считаю, что Россия, исходя из даже новейшей ее истории, не готова идти нынешняя администрация российская и президент России. Это воспринимает все очень лично. Вопрос Крыма для него очень личный. Это видно из интервью, которые он дает, и фильмы снимает какие-то. Конечно, да. И говорить о том, что таким образом участники блокады там на админлинии с Автономной Республики Крым станут субъектами переговоров с Кремлем и вынудят кремлевское руководство пойти на переговоры по Крыму, не готов с этим согласиться. Ну, они-то нет. Это инструмент. Мы видим, что репрессии в отношении наших граждан в Крыму, в частности крымских татар, только усиливаются. Это абсолютно не позволит каким-то образом обеспечить права наших граждан, в том числе по делу, о котором вы говорите. Ну, прежде чем перейти к более, наверное... А они нет. Вы имеете в виду, что крымские власти... Нет, нет. Я просто говорю, что если заблокировать, да, вот заблокируют Крым. И тогда Россия вынуждена будет говорить с украинским руководством, потому что, ну, нужно же как-то туда поставлять продукты, воду, электроэнергию. То есть вот в этом же была, я так понимаю, изначальная идея этой блокады. Понятно, что те, кто блокирует, не будут говорить с Путиным. Но это была попытка заставить... Не непосредственно заставом переговоров. Неопосредованно таких переговоров быть не могло. И заставить таким образом Россию отойти от своей позиции по Крыму путем запрет поставок товаров было, ну, очень наивно. Говорят, крымчан нечем будет кормить. Хорошо, в России 140 миллионов людей. Повторюсь, они что, все прекрасно живут? Почему мы думаем, что если мы ограничим поставки товаров в Крым, что-то изменится? У крымчан какой-то особый статус? Нет, конечно. Ну, потерпят. Ну, где-то будут другие продукты есть. Не те, к которым они привыкли. Не такие качественные. Но россияне именно так будут делать. Они, ну, вот сколько есть возможности поставить там через пролив, вот столько поставят. Тем более, что мы знаем, что первое время очень активно суда под различными флагами заходили в Крым и поставляли товары. Поэтому какой-то острой проблемы я не увидел. И была хорошая аналитика на эту тему. И рост цен не произошел ожидаемый. Да, расскажите, интересно, была такая аналитика, да? То есть подводили какие-то... Да, конечно, конечно. Расскажите им много. Мы получили аналитику из Крыма, сравнивали цены. Это очень кропотливая работа. Мне было интересно понять, а эмоционально ли это? То, что, например, я не согласен с таким решением, что блокада может к чему-то привести. Но сухая аналитика показала, что рост цен в Крыму, ну, где-то на 15% превысил по сравнению с ростом цен, показатель по сравнению с ростом цен здесь, на материковой части Украины. Это не так критично, поверьте. Ну, по электроэнергии, наверное, похоже там. Создали проблемы немного россиянам, да? По электроэнергии? Да. Кому мы создали проблемы? Россиянам, российским военным объектам, админ, здания. Все прекрасно работали, воинские части работали. У людей не было света, это да, но это наши люди. Ну, прежде чем вернуться к экономическим составляющим, вот всего того, что происходит на границе между Крымом и материковой Украиной, вот немного о репрессиях. Вот мы же видим совершенно, вот днями просто заявление о запрете Меджилиса, который сделала, там, так называемый прокурор оккупированного Крыма, да? Смотрите, как бы репрессии идут по накатанной, то есть они усиливаются. И вот что в этой ситуации можете сделать вы, находясь здесь? Вот вы, как государственный чиновник, вы, как член диаспоры, если хотите, крымско-татарского народа, вы, как гражданин Украины, вот вы понимаете, что вот есть хоть какие-то механизмы, которые могут быть действенны в этом случае? Вытащить из камеры тех, кто уже задержан, к сожалению, на данный момент у Украины таких возможностей нет. У нас остаются какие-то очень важные моменты. Первый, это международная площадка. Международные партнеры и международные организации, зарубежные государства, они идут нам навстречу и понимают всю глубину и остроту этих проблем. Это первый механизм, международный. Второй механизм... Можно я несколько уточню? Вот создана сейчас уже международная такая переговорная платформа для решения этих вопросов, потому что ведь не секрет, что ведь Крым долгое время был снят со стола переговоров, особенно, многие все говорили о Минске, о Минске, мы же уже несколько лет говорим о Минске. А вот о такой какой-то международной платформе по защите Крыма, вы ведь два года практически не говорили. Вот есть уже такая платформа? Или вы ее создаете только? Или Украина создает? Логика событий предполагала то, что события на Донбассе отодвинут вопрос по Крыму. Я не согласен с тем, что руководством, высшим руководством страны вопрос по Крыму отложен в долгий ящик. Это вопрос стратегического характера, я понимаю всю эмоциональность людей, я сам родом из Крыма, и для меня, для самого это все очень личное. Но, тем не менее, мы должны действовать поэтапно, последовательно. Это, знаете, как игра в шахматы. К сожалению, не получится решить сейчас, и никто не может предложить такого механизма по решению крымского вопроса вот прямо сейчас. Даже те, кто громче всех будет кричать, верните Крым в повестку дня, хорошо, вернули, что дальше? Ага, получается, у нас есть проблема один, проблема два, проблема три. И только потом мы можем прийти к Крыму, потому что нужно решить сначала то, что, скажем, создает нам определенные препятствия к этому. Вот именно этой логикой руководствуются, я полагаю, люди, которые принимают решения в Украине. Последовательность. Это очень важно, потому что в последнее время у нас очень много хаотичных движений, а это всегда вредит. Это вредит и в госуправлении, это вредит и в целом в развитии государства, в том числе и различных его институтов. У нас сейчас появилось достаточное количество гражданских институтов, и, откровенно говоря, их вклад трудно переоценить. Кто бы предполагал еще два года назад, что у нас настолько мощное, если оперировать, может быть, не очень популярной терминологией, пассионарное общество, на самом деле, оказалось. Было какое-то вялотекущее такое брожение долгие годы в Украине. И вот он в последнее время показал, что нет, оказывается, это все-таки не совсем так. Это у нас достаточно активные и грамотные люди. Что касается репрессий. Первое, как я уже сказал, это международная площадка. Второе, беспрецедентная, на самом деле, в этом году, в этом году беспрецедентная поддержка, оказанная правительством Украины по отношению к крымским татарам. В чем именно заключается? Премьер говорил о том, что по программе расселения обустройства крымских татар выделяется 60 миллионов гривен. Это фантастическая сумма, на самом деле. С одной стороны, для решения проблем целого народа это, может быть, и не так много. Но с учетом того, в какой сложной ситуации находится Украина, и, тем не менее, находится возможность оказать такую поддержку по этой программе, по которой... Но это для переселенцев программа, правильно? Это программа по обустройству депортированных ранее народов. Эта программа долгое время существовала в Крыму, и по этой программе должно было строиться жилье, строиться дороги, электроводоснабжение в местах компактного расселения ранее депортированных народов. Ужасное такое сочетание, знаете, ранее депортированных народов. Но, тем не менее, в частности, крымских татар, ну потому что их большинство, но эта программа также работала и для других, конечно, представителей других национальностей. И в этом году выделено 60 миллионов. Да, в Крыму мы эти деньги использовать не можем. Это не программа для внутренне перемещенных лиц. Это именно для, в том числе, крымских татар, кто был депортирован с территории Украины сталинским режимом. В Крыму мы сейчас не можем использовать эти деньги, но мы можем их использовать в Херсонской области. На самом деле, это очень хороший знак и сигнал для крымских татар. Возвращаясь к вопросу о том, что государство может сейчас сделать. Вот так может помочь. Отдельно есть программа по внутренне перемещенным лицам. Но вот важный вопрос. Ведь долгое время международные структуры не были допущены в Крым. Об этом нам говорила и Лутковская Валерия, когда приезжала. И неоднократно мы с ней говорили на эту тему. Вот сейчас международные структуры получили наконец-то доступ на территорию оккупированного Крыма, чтобы там хоть как-то смотреть за тем, как соблюдаются права человека. Или по-прежнему там у нас ограничены? Ситуация прежняя. Никакого широкого доступа нет. Мы знаем о двух случаях, когда турецкой делегацией недавно были правозащитники. Но как только выехали международные правозащитники оттуда, пошли обыски, пошли задержания. В том числе и людей, которые встречались с представителями европейской правозащитной миссии. Назовем ее так. Поэтому ожидать какого-то широкого доступа сейчас не стоит. Тем более мы видим, к чему это сразу приводит. То есть моментально включается репрессивный механизм. Ну и, к сожалению, он подогревается отсюда. То есть, почему я говорю, что нужно быть очень осторожным в высказываниях. Какой-то излишний радикализм, ура-патриотизм в данном случае не работает. Что вы имеете в виду? Нужно точно понимать, оценивать, прогнозировать все эти риски, с которыми потом столкнутся наши граждане там. В том числе крымские татары, как наиболее уязвимая группа в Крыму. Я ни в коем случае сейчас не говорю, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я говорю о том, что крымские татары принципиально важны и для официального Киева, и для Москвы в решении крымского вопроса. И использование крымско-татарского фактора будет, наверное, ключевым. В силу, опять-таки, количества крымских татар в Крыму, в силу их исторической связи с Крымом, в силу того, что это коренной народ Крыма, который имеет право голоса при выборе будущего Крыма. Ну, и теперь давайте немного вернемся к вопросам при пересечении границы между континентальной Украиной и полуостровом. Какие здесь у нас есть проблемы, с чем сталкиваются представители, наши люди, наши граждане, которые остались на полуострове? Вот какие для них тут проблемы, когда они пересекают эту границу, казалось бы, за свою родину? Прямо коробят, не говорите, граница. Ну, Аш, я пыталась, вы видите, я так пыталась не назвать, но не получается. Создается административная линия. Ну, хорошо. У нас граница есть, государственная граница. Давайте не будем укоренять, это какое-то НЛП уже, это, к сожалению, происходит во всех средствах массовой информации. Правда, ну, соглашусь. Этим оперируют политики, чиновники, правозащитники, админлиния. Граница у нас одна. Хорошо, административная линия, соглашусь. Да. Какие у нас сейчас сложности? С 1 апреля вынуждены все в Крыму повесить на свои автомобили и мотоциклы, все автомототранспортные средства номера российского образца, те, которые выдаются там сейчас, в Крыму. Мы такие номера, конечно, пропустить, автомобили с такими номерами, конечно, пропустить не можем. Вы представляете, по Украине ездят материковые автомобили с номерами там 82, 92 или 777. Но это будет не то, что неправильно, это выпьющий ДИКО. Но у нас там более 800 тысяч транспортных средств зарегистрировано по нашим данным. Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему ДИКО. Почему? С чешскими номерами-то можно? С чешскими, конечно. С любыми номерами, которые отражают регионы, региональную принадлежность России, на территории Украины можно совершенно спокойно ездить. С любым совершенно. Будь то Карелия, будь то Чечня, Москва. С любым. Но Крым это наша территория. И достаточно странно, если на территорию материковой Украины из Крыма будут заезжать автомобили с такими номерами. Представляете политический момент? Скажут, ну как же у вас вот ездят спокойно. Представляете момент... Ну это же жители нашего Крыма. Да это же все, извините, понты, если уж так говорить. Уж извините, не государственному чиновнику это будет сказано. Но почему нельзя? Второй момент. Представляете себе, какие-то очередные радикалы там с административной линии, а очень много эпизодов есть их поведение, которое выходит за рамки нормативно-правовые, увидят такой автомобиль и что они могут сделать с таким человеком, что они могут сделать с таким автомобилем. Человеку будет достаточно сложно объяснить, что он вынужденно повесил эти номера, его назовут сепаратистом. Были случаи, когда разбивали стекла там на административной линии и применяли физическое воздействие по отношению к нашим гражданам, которые выезжают из Крыма. Я надеюсь прокуратура фиксирует все эти... И представляете, что будет с такими людьми, с таким имуществом, а это имущество, и мы как государство несем ответственность перед гражданином за сохранность этого имущества. Так что же делать тогда? Мы открываем ящик Пандоры, мы позволяем, создаем условия повышенного риска. Механизм, какой возможен. Я не говорю, что этот механизм уже принят. То, что предлагает в частности госслужба по вопросам Крыма. Мы предлагаем создать... У нас всего три контрольных пункта въезда-выезда в Крым. Это совсем немного. Где? Назовите их, пожалуйста. Чангар, Каланчак, Чаплынка. Вот у нас есть три пункта. Мы создаем прямо на этих пунктах, на админлинии, повторюсь, не где-то в глубине Херсонской области, а прямо на админлинии, сервисные центры МВД. Приезжает наш гражданин с автомобилем, который куплен согласно законодательству Украины. То есть его ВИН-код. Я достаточно буду сух сейчас. Я понимаю, но это... Вы только не говорите, что перебивать номера. Ни в коем случае. Это, ну, поверьте, суть государственного управления, она зачастую, наверное, бюрократична. Но на этом держится любое государство. Приезжает наш гражданин с такими номерами. Он совершенно цивилизованно сдает эти номера на хранение в сервисные центры. В этих сервисных центрах мы предлагаем создать такие хабы, где будут храниться эти номера. Те, которые выдаются на территории Крыма сейчас. Замен он получает, если у них изымают эти номера там в Крыму. Украинские номера, те, которые у него были, дубликат, он стоит там до 300 гривен и делается за 15 минут. Это все нужно предусмотреть на пунктах пропуска. То есть создать такой маленький сервисный центр. Человек приехал, получил себе такие же номера, дубликат таких номеров, которые у него были. Автомобиль проверяется по ВИН-коду в базе дорожной полиции, нашей национальной полиции. Это все есть. Все, он вешает себе украинские номера на автотранспортное средство и продолжает дорогу, куда ему нужно. А за эти номера кто платит? За эти номера у нас платят люди. Вы покупаете автомобиль и вы сами оплачиваете себе эти номера. Нет, вот за то, что поменяют им украинские номера. За дубликат также платят сами граждане. Я не думаю, что для граждан Крыма здесь уместно было бы делать какое-то исключение. Это небольшая сумма. Повторюсь, это до 300 гривен. Но согласно нашему законодательству, у вас есть автомобиль? Да, есть. Вот, если, скажем, вам нужен будет дубликат этих номеров, вы заплатите и получите на платной основе эту услугу. Точно так же, наверное, имеет смысл сделать и для крымчат. И он спокойно, такой наш гражданин, продолжает путешествовать на автомобиле по Украине. Таким образом, мы не купируем, не закрываем, не консервируем людей с их машинами там в Крыму. Мы обеспечиваем свободный доступ. Ну и свободу передвижения. Ну, Риман, а вот если мне, например, нужно заехать, будет, ну, приблизительно каждую неделю это делать, заезжать и выезжать в Крым, то как вот это ваше действие? Номера скручиваются за пару минут. И опять новые прикручиваются? Прикрутили, скрутили. Все. Представьте... И этот сервисный пункт будет там держать номера всех людей, которые будут выезжать. А вот это уже задача государства. Как мне представляется, нужно максимально облегчить нашу жизнь. И если нужно для этого создать такие сервисные центры, это представляется достаточно логично. Представляете, сейчас ДНР, ЛНР сделают себе какие-то номера. И будут ездить, въезжать в Киев. Ну, разве это нормально? Нет, я до конца не могу понять, почему мы не можем для себя, как государство, определить, что да, это вынужденная мера для тех граждан, которые там остались. И что вот они будут заезжать по таким номерам, есть база данных. Это все создается. Почему нужно изобретать вот в этот велосипед, мне, честно говоря, не совсем понятно. Где это в истории? Я не могу в истории просто такое вспомнить, где это такое было-то. Вспомните аналогию с Крымом в истории. Была? Вот такая аналогия? Ну, а расскажи, что было? Вообще, вот оккупацию Крыма, вот были у нас такие прецеденты в истории? Ну, не было, конечно. Любые решения, которые мы будем принимать, мы будем принимать фактически с чистого листа. Никакая модель, ни Приднестровская, ни Грузинская, ни Северный Кипр, в частности, по документам, там, намибийские прецеденты из международного права, оно не работает вот в таком режиме кальки. Взяли, применили, отлично, довольны. Так не будет. Жизнь нам диктует новые правила. Мы сейчас живем в совершенно другую эпоху, эпоху интернета. 30-40 лет назад, даже 10 лет назад, это было совершенно другое общество. Если мы говорим сейчас о информационном обществе, это даже не постиндустриальное общество, у нас все механизмы решения таких проблем должны быть другие. К чему привела политика официального Кишинева по отношению к Приднестровью? Разве смогли добиться власти восстановления полного контроля? Нет, не смогли. Они взяли, они ужесточили на какой-то момент, поняли, что нужно смягчить политику. И, в принципе, делают это где-то, наверное, официальный Кишинев даже выигрывает от той политики, которую он сейчас проводит по отношению к Приднестровью. Это очень тонкая, местами даже мудрая политика. Посмотрите грузинский сценарий. Разве восстановила Грузия суверенитет над территориями Южной Осетии и Абхазии? Нет. Мы не можем брать заведомо неудачный опыт и переносить его на Крым. Мы можем взять у них то, что действительно работает, а все остальное мы должны придумать сами. Ну, в консультациях, конечно, в том числе и с международным сообществом. Почему я сделал особые акценты на академической среде? Тут ни чиновник, ни правозащитник зачастую не имеют той глубины знаний, которые есть у академической среды. Здесь нужно подходить очень комплексно. Что касается автомобилей, я уже сказал, сотруднику национальной полиции, вы сможете объяснить, что с номерами 82 пусть заезжает. Он выполняет приказ, он должностное лицо при исполнении. Он скажет, я понял, принято. Теперь представьте, здесь вот у вас на Подоле припаркована машина с номерами 82. Какие-то достаточно радикальные настроенные люди. А у кого-то это личная боль, а у кого-то это личная трагедия. А кто-то потерял близких на Донбассе. Увидят такой автомобиль, поинтересуются, это что, из Крыма? А, такой вот сепаратисты, что ли? Этот автомобиль будет пылать ночью, поверьте. Это очень опасно. Это очень опасно. Вы не сможете контролировать, вы не можете представить полицейского к каждому такому автомобилю. Ну и важный, наверное, вопрос о произволе незаконных действиях на административной линии. Расскажите об этом поподробнее. И есть ли какие-то случаи, когда открыты какие-то уголовные дела по этому вопросу? Ведь это же наши граждане. Мы же не можем допустить. Даже если бы это были граждане другой страны, мы не могли бы, ну а уж по отношению к своим гражданам. Есть ли вам уже какие-то, что начали? Случаи такие есть. К сожалению, они были прогнозируемы изначально. Почему они были прогнозируемы? Почему вы так думаете? Что такое государство? Что такое государственная сила? И что такое феномен частной силы? Чем они отличаются друг от друга? Государство действует, и государственные структуры, в том числе силовые, правоохранительные, специальные, они действуют в соответствии с законом, который четко регламентирует все их права и обязанности. Когда частные лица или какие-то организации начинают брать, перетягивать на себя функцию государства, это всегда чревато большими рисками и серьезными последствиями. элемент ответственности, он всегда идет в ногу с тем, что человек на себя берет. То есть у нас зачастую берут права и забывают, что с правами и обязанности следом идут. Поэтому факты такие есть. Что касается открытых дел, это вопрос, наверное, уже к другим, представителям других служб и ведомств. Это в их компетенции, в мою компетенцию не входят такие вопросы. Вы сказали, что ряд еще вопросов, которые проблематичны являются сейчас для людей, которые там остались. Кроме репрессий, кроме, ну уж извините за то, что я так их перечисляю, я понимаю, что это болезненно, ну уж просто, да. Кроме репрессий, которые там, кроме притеснения людей, которые там остались, кроме проблем на пересечении границы, какие еще проблемы вам кажутся самыми актуальными и требующие немедленного вовлечения и активных действий с вашей, со стороны вашей государственной службы, потому что по большому счету, как мне кажется, то есть вы должны, наверное, как спрут на всех направлениях там пытаться пробивать вот интересы людей, которые там остались. Отличное сравнение. Ну а что поделаешь, вот придется как-то разбрасывать щупальцы. В свое время с таким спрутом сравнивали Кандали Зурайс, которая пыталась контролировать весь внешнеполитический оборонный комплекс Соединенных Штатов Америки. Ей удавалось. Ей удавалось. Удавалось и в силу личных качеств, профессионализма и той институциональной вертикали, которая существовала. Государственная служба по вопросам Крыма была создана в 2014 году, в июле месяце. Глава государственной службы был назначен только в мае 2015 года. И положение мы достаточно долго согласовывали. Оно действительно находилось несколько месяцев практически на согласовании с рядом министерств, где наши интересы пересекались. Мы говорили, что зона ответственности должна быть по Крыму, а нам бесконечно урезали. Говорили, нет, это наше, это наше, это наше. И мы на выходе получили до такой степени усеченную сферу компетенции. Вот от определенных правозащитников я слышал такие замечания, что достаточно размытое положение получилось. Как-то слишком в общем. Но в связи с этим хочется сказать, друзья, вы поймите логику функционирования исполнительной власти. Ого, а сколько, извините, можно вас перебью? А вот как долго вы государственный чиновник? Ну, уже достаточно давно. Ну, приблизительно. Сколько? С 2007 года. Ну, не очень же долго. Что же вы сразу защищаете логику государственной власти? Я думала, что вы скажете, ломать эту логику. И что сделать? Что построить? И все двигать вперед. В пропасть. Прежде чем ломать, нужно сначала предложить решение. Вот когда есть решение, я предлагаю сделать вот так. А вот это давай сломаем. Вот такой подход я принимаю. Но давайте сломаем, а потом подумаем, что у нас получится. Это, наверное, поспешно и преждевременно будет. И для того, чтобы согласовать это положение, вернусь к нашему вопросу, мне пришлось достаточно в такие вязкие отношения, переговоры вступать с руководством наших министерств. Потому что нужно было доказывать, что это наш вопрос. И в итоге, чтобы все-таки эти вопросы включить, мы сделали такое достаточно широкое толкование определенных моментов положений, чтобы можно было при необходимости все-таки подключаться к решению этих вопросов. Поэтому тут вопрос спрута и щупальцев везде, он, к сожалению, ограничен тем, что, ну, нашими реалиями. То, чем мы можем помочь, как государственная служба, и фиксировать это все. Прежде всего, я бы призывал и призываю всех действовать очень осторожно. Поспешность здесь не нужна. Не, повторюсь, псевдопатриотизм и бить себя в грудь и кричать, что давайте сделаем только так, а не иначе. Любой радикализм, он приводит к тому, что потом начинается волна каких-то арестов в Крыму. Потом, вы смотрели эти фотографии из Крыма последние? Ну, конечно, да. Вам ничто это не напоминает? Это вот фотографии с Северного Кавказа последних десятилетий. Люди, крепкие ребята, в камуфляжной форме, без знаков отличия, в балаклавах, до зубов вооруженные. А вокруг восточного вида женщины и дети. А мужчину ведут под ручки. Вот это мы получаем кавказский сценарий. Поэтому любые действия должны быть выверены. А как это отразится там? Вот первый вопрос, который нужно себе задавать. А как там? Вот как вы по автономерам говорите, это же наши люди, надо их пропускать. И это касается каждого вопроса. Подаем воду, а подумайте, как там? Или отрезаем? Вот давайте вот в этом. По документам у нас сейчас вопрос возникает. Признаем мы информацию, которая содержится в документах, выданных там на территории, или нет. Хорошо, у нас сейчас есть уже закон, благодаря активности наших отдельных народных депутатов. Мы получили закон. Он предусматривает признание фактов в судебном порядке. Тех фактов, которые содержатся в этих документах. Можно более подробнее об этом? Соглашусь. Ну, я не хочу ни в коем случае комментировать этот закон. Я скажу, как он действует. Да, вот это важно, конечно. В факты по актам гражданского состояния выдаются документы, удостоверяющие такие факты. Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, о браке. Об образовании тебя попадает? Нет, пока мы говорим о других. Конечно, важно. Это отдельный большой блок вопросов. Люди приходят с этими документами сюда, в органы регистрации на территории материка. А раньше такой возможности не было. Сейчас есть такая возможность. Они показывают документ. В судебном порядке признается информация из этого документа, несмотря на то, что там будет написано, что принадлежность этой территории к другому государству. Мы не обращаем на это внимания. Мы признаем факт для того, чтобы помочь нашим людям. А что такое в судебном порядке? Это что, должен пройти суд, прежде чем признать документ? Да, это должен пройти суд. Почему? Да, вот это же. В целом, более упрощенная, казалось бы, процедура административная. Когда принесли свидетельство, посмотрел сотрудник в регистрационной службе. А сейчас, согласно новым изменениям в законодательстве, вопросы по регистрации осуществляет не только уже не регистрационная служба, а это отдано в органы местной исполнительной власти и в определенной части нотариуса. Приходит такой гражданин и говорит, что у нас супружеская пара, у нас родился ребенок. Прекрасно, в админ порядке мы это признаем. Это очень быстро. Приходит другая ситуация, когда предоставляется правку о смерти. Мы это тоже признаем в административном порядке, по этой логике. Но ведь факты смерти ведут за собой имущественные отношения. Это вопрос о наследстве. Мы не знаем, что с человеком там случилось. Насильственная это смерть, ненасильственная. Может быть вообще он жив, а может быть он проживает в Крыму, а у него имущество на территории Украины. И знать не знает о том, что им кто-то здесь уже подал документы, что этот человек умер. И что будет с его наследством. То есть здесь подключается как раз таки с точки зрения защиты наших граждан судебный механизм в этом отношении конкретном. Особенно если это касается имущественных вопросов, он стоит на защите интересов граждан. Другой вопрос, что он достаточно затянут и забюрократизирован. Как и любой судебный вопрос. Соглашусь. Единственное, что предусматривает данный закон, это то, что безотлагательно будут приниматься эти дела на рассмотрение. То есть это не будет, знаете, как сейчас в связи с тем, что происходит у нас в судебной системе. Вот у нас середина февраля, а дело может рассматриваться в середине апреля. Там по очереди, потому что судья на период тестации. Вот тут этого не будет. Оно безотлагательно будет принято. Но все равно это очень долго. Нам нужна админпроцедура впоследствии. А кто с кем судится в этом всем деле? Никто ни с кем не судится. Гражданин обращается в судебную инстанцию для того, чтобы суд признал факт. Это удостоверение факта, содержащего в этом документе. Это первый вопрос. Второй вопрос, который уже как снежный ком накатывается, это признание документов об образовании. Это признание трудовых книжек, где возможно будут стоять штампы с российским двуглавым орлом. Мы не можем не признавать такие документы, я имею ввиду, в той части, где они соответствуют законодательству Украины. Человек 20 лет мог работать в Крыму на благо Украины. Ему сейчас поставили штампик о том, что он якобы проживает на территории Республики Крым. Он приходит, и мы не признаем уже такую трудовую книжку. Нет, мы не можем этого делать. До 20 февраля 2014 года мы должны признавать в абсолютном порядке все то, что происходило на территории Крыма. В том числе и вот эти моменты. По образованию приходят правозащитники, в том числе ко мне. Мы беседуем очень тесно, постоянно в контакте. Они приносят фактически готовые законопроекты. Я же говорю, это колоссальная работа, которую они делают. Просто колоссальная. Да, отдельные получают гранты, потому что невозможно, это требует как минимум технических затрат. Большинство работает вообще на голом энтузиазме, но приносят готовые законопроекты, которые нужно просто взять и применить. Они уже выписаны так, как они и должны быть. Но, к сожалению, пока некоторые вопросы, у нас в частности вопрос экстерната, дистанционного обучения, пока выведены за скобки. Я считаю, что это категорически неправильно. И мы должны обязательно принимать такие поправки в законодательство, чтобы максимально в этой части облегчить нашим школьникам и студентам жизнь, конечно же. Потому что оторвав молодежь, это поколение, которое сейчас вынуждено утро начинать в детских садах под российский гимн. И мы, не дав им возможность обучаться в наших школах, получать наше образование, в том числе и высшее, и среднее, и начальное, мы потеряем просто это поколение. Они не будут понимать, почему они, граждане Украины, они не будут понимать, почему они должны жить в Украине. Вернее, имеют право жить в украинском Крыму вот так. Что вам не удается на этот этап? Что бы вы хотели бы сделать, но вот у вас не получается? Расскажите нам. Может, чем помогут вам активисты? Активисты уже помогают. И большие надежды я возлагаю, в том числе, на общественный совет. Это даст мне право говорить о том, что это не просто мнение. Государственная служба обращается с очередным письмом в то или иное министерство. А я могу ссылаться на решение общественного совета. Это несколько десятков организаций, которые представляют тысячи, сотни тысяч людей. Интересы этих людей. Вот это уже огромная помощь. Это фактически, знаете, такая многотысячная армия советников, которые говорят, что и как нужно делать. Это огромная помощь. Что не удается, наверное, просто ничего не бывает. И легко. Тем более, если мы говорим о создании центрального органа исполнительной власти с нуля. В данном случае и не в комфортной обстановке, а, что называется, с колес. Мы должны создать, написать положение, получить помещение. Это еще в процессе. То есть сейчас у нас есть помещение, но оно временное. Отдельного помещения пока еще нет для государственной службы. Тем не менее, это не мешает работать. Есть люди, которые не оформлены в штат, но активно помогают. Кто-то оформлен как общественный советник, кто-то вообще без никакого оформления и даже без упоминания собственного имени. Так скромно. Просто помогает и все. Советом, делом, какими-то знакомствами. Помогает ускорить решение вопросов в том или ином министерстве. Потому что поступает письмо и на рассмотрение 30 дней. Ну, куда это годится? 30 дней, это что за сроки такие? Формальные. Формальные, если они требуют. Вот вы говорите, что я не так давно на госслужбе, но с 2007 года уже, тем не менее, это не так мало. Но месяц ответ должен требовать тогда, когда это чем-то обосновано. То есть действительно вопрос нужно уточнить, его нужно раскрыть. Зачастую поступают письма на адрес госслужбы и не в моей компетенции отвечать на этот вопрос. Потому что положение это не предусматривает. И порой информации необходимой нет. Для этого мне нужно дать запрос в другое ведомство, министерство. Получить ответ и тогда компетентно уже ответить на это обращение или на это письмо. Вот тогда я понимаю, если у нас занимает месяц. Если можно ответить сразу, надо делать это в максимально сжатые сроки, не растягивая это удовольствие. Нариман, у меня к вам сейчас большая просьба. Вот часть людей посмотрит нас в Крыму. Это уже понятно нам, да? Часть людей, которые, может быть, приехали сюда, выехали с Крымского полуострова в связи с оккупацией. Вот объясните, пожалуйста, сейчас этим людям, в каком случае им нужно обращаться в вашу службу. Что им нужно, по каким вопросам. Вот на какие вопросы вы можете, точнее, какие не можете. Это первый вопрос. Второй, как им к вам обращаться. То ли писать на сайт, то ли звонить, то ли писать письма по какому-то адресу. И в каком случае они могут надеяться на помощь от вашей государственной службы. Вот просто этим людям объясните, чтобы они понимали, как они и когда могут вам обращаться. Есть только один критерий, согласно которому они могут обратиться в нашу службу. Один. Они должны быть крымчанами. Это должны быть гражданами Украины. Украины, для которых Крым это очень родное, близкое. Это те, кто там живет или те, кто был вынужден покинуть эту территорию. По любой проблеме? Абсолютно. Подчеркну. По любой. Даже если это где-то не в компетенции, нет, я повторюсь, нет какой-то информации на данный момент. Мы выясним этот вопрос. И дадим тот ответ, который они хотят получить. По защите прав человека тоже к вам можно? Абсолютно по всему. То есть, по любому вопросу. Я говорю, только один критерий. Только один критерий. Это должен быть житель Крыма, гражданин Украины, крымчанин. Независимо от того, проживает он сейчас на территории Крыма, либо выехал с нее. Только так. Почему? Потому что во всех остальных ведомствах, ни в коем случае не хочу преуменьшить их работу, но основная сфера и функционал немножко другая. И вопрос Крыма они не рассматривают как первостепенный. У нас есть отдельные органы государственной власти, куда эти вопросы должны адресоваться. И тогда другие министерства, другие службы, агентства, комитеты, независимо от того, как они называются, они привыкнут к тому, что, как вы сказали, есть такой спрут, который занимается вопросами Крыма. Это не личный реманустав, это государственная служба Украины по вопросам автономной республики Крым и города Севастополя. Независимо от кадрового наполнения, это должны быть, прежде всего, профессионалы, которые занимаются проблемами Крыма и крымчан. В той части, где это касается внутренне перемещенных лиц, а таких обращений очень много, это функционал министерства социальной политики. Достаточно посмотреть их бюджет, который в сотни раз превышает наш. Но, тем не менее, мы все равно стараемся, как минимум, дать ответ, подсказку, дорогу, куда нужно идти. То есть, в любом случае, обращаться к вам. Как обращаться? Что? Писать, звонить, куда можете прямо сейчас сказать, сделать рекламу этой государственной службы. Может быть, людям это поможет, кто-то, чтобы знал. Наверное, ни одно ведомство так не рекламирует. Это уже, скажут, что это уже какие-то коммерческие цели. Я так часто называю адрес. Нет, от государства мы ничего не берем. Я так часто называю адрес, по которому нужно писать. Это город Киев, улица Грушевского, 12, дробь 2. Сайт есть у вас? Государственная служба Украины по вопросам автономной республики Крыма и Севастополя. Это адрес. Сайт есть. Есть страничка на Фейсбуке. Пожалуйста. То есть, вопросов по контактам. То есть, все решено. Проблем нет с этим. Поверьте, мы получаем письма, мы получаем обращения и на сайт. Много обращаются людей к вам? Вот каждый у него все больше и больше или нет? Вы знаете, когда только меня назначили на эту позицию, и не было больше в штате ни одного человека. Ни одного. И я лично отвечал на эти письма. Потому что я обязан ответить. Я прекрасно понимаю, что у человека боль. Он просто так не будет от ничего делать, писать. У него есть проблемы. И я лично отвечал на эти письма. И что? Пока не начал набирать штат сотрудников, ну, я вам скажу, было очень непросто. Потому что нужно... Представьте, какое время нужно этому уделить всему. Когда потоком идут письма... Зато почувствовали себя не государственным человеком, а человеком. Я исхожу из того, что, наверное, каждый себя должен, прежде всего, чувствовать человеком. Должен не терять связь ни в коем случае не с тем, кто он в этой жизни, и зачем он создан, и кто его создал. И создатель, творец нас только этому и учит. Только в таком ключе. А кто мы? Чиновник, безработный, бизнесмен. Это все настолько вторично. Поверьте, такой мысли даже нет. Вот видите, все-таки на оптимистичной ноте нам удалось закончить наше интервью. Нариман Устаев был сегодня у нас в гостях. Я хочу сказать, что он глава Государственной службы Украины по вопросам Крыма и Севастополя. Если вы хотите, надеетесь на помощь Государственной службы, пожалуйста, пишите Нариману. Нариман, спасибо вам огромное. Уж извините, вот все, что было, все вопросы к вам адресовали, пока у нас один государственная структура представляет. Спасибо вам, что были с нами. А вы оставайтесь, у нас уже следующий гость в студии. Это Укрлайф и это совместный проект с Украинским независимым центром политических исследований. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok